Если брать по стандартным показателям, которые сейчас есть, то проект можно оценить типа там 15-20 миллионов долларов. В итоге ты видишь, он едет на мопеде, у него в коленях рюкзак-ракета, а на плечах рюкзак-глован, вы же видели такое, да? Бизнес, получается, работает вот так, и когда у тебя типа всплеск, ты же не будешь держать людей с запасом, чтобы перекрыть этот всплеск. Есть бананы чуть-чуть зеленые, есть бананы спелые, есть бананы чуть-чуть переспевшие. И каждый из них, получив противоположную банан, оценивает это как плохой товар. Ребят, может показаться, что я попал в рай. Здесь разные цветные бутылочки с алкоголем, чипсы, семечки, сухарики и все, и нигде нет ценников. Такое впечатление, что здесь все бесплатно, бери и уноси. На самом деле мы находимся на складе компании Foodex24, которая чуть больше года назад запустилась, стартовала. И сейчас капитализация компании достигает более 10 миллионов долларов. Ребята вошли, это такие так называемые дизрапторы, да? То есть пришли с новыми правилами на устоявшийся рынок в непростые времена и смогли его, ну, как бы немножечко всколохнуть. И мы сегодня будем рассказывать о том, как этот бизнес работает. И расскажем о том, как вам стать частью Foodex24, потому что, конечно же, French имеет отношение к запуску этой франшизы. И о них все подробности вы узнаете уже сегодня. Поэтому не перематывайте, не пропускайте. Я пошел, наверное, выберу себе что-нибудь вкусненькое на вечер. Мы сейчас находимся в офисе. Я тут был уже один раз. Когда? Мы записывали с тобой сюжет. И ты мне показал, что у тебя есть какой-то камео в роли карикатурного персонажа. Вот это ты же? Да, это случайно. Это, наверное, скорее какой-то прототип. У тебя борода кого-то впечатлила. Ну да, художник решил меня все-таки нарисовать на этой стене. Да. Стартаперская такая движуха. Особенно он тут последний. Да, да. Это, видишь, у нас получается вот этот первый. Это курьер ваш, да? Но это не курьер. Это, знаешь, этапы развития проекта. Это когда мы запустились. Вот мужик с листиком. И сейчас мы где-нибудь вот такие вот с телефоном. Еще с кнопочкой, да? Да, да. А нам дальше еще надо. Дальше еще двигаться туда. Слушай, у стартапа год же всего с небольшим. Да, да. И он уже сейчас оценивается, ты говорил, по-моему, в 10 миллионов долларов. Если можно об этом говорить. Да, ну можно в принципе, да. У нас, смотри, то, что мы видим, если брать по стандартным показателям, которые сейчас есть, то проект можно оценить типа там 15-20 миллионов долларов. А это первый твой проект, который так быстро набрал капитализацию? Ну такую, я имею в виду. Ну, на самом деле, да, потому что тут важна скорость, трекшн. Там, например, если говорить про IT-компанию, то, блин, ну мы на самом деле дешевле этих цифр. То есть ты за год запустил историю, которая обогнала твои другие проекты? Да, да, обогнала другие проекты. Находясь в Украине и не масштабируясь там в рамках Украины, ты не можешь достичь больших результатов. То есть задача максимум использовать Украину как домашний рынок для любых экспериментов. То есть самые крутые вещи будут появляться, скорее всего, тут в первую очередь. Типа здесь дешевле экспериментировать, да? Ну дешевле, я думаю, что, наверное, скорее ты быстрее поймешь обратную связь. Работает, не работает. Потому что все крутые штуки можно очень быстро в Украине оттестировать. И да, условно там маленьким бюджетом. И если ты сделаешь какую-то гадость, то с нее можно выбраться. В отличие от, не знаю, европейских стран, там очень строго. Вот что мы увидели, например, разницу между Украиной и Польшей. Мы Польшу запускаем и там вот строго, строго параллельно. Ну там понятно, что есть законы, но там строго, они везде есть. Строго и ты вот никак не можешь выйти с этих правил. Ты у Баюки вещи очень рассказываешь, что Андрей уже это самое. Андрей думает какой-то хитрый план. Андрей это же наш главный маркетолог. Мозг, да? Да, да. Мозг, маркетинговый мозг. Что классного в маркетинге было придумано? У нас в маркетинге было придумано куча всего классного. Реклама в Фейсбуке, да, вот это все? Реклама в Фейсбуке придумана не нами. Мы просто удачно пользуемся. Я просто постоянно вижу. Таргет, контекст, креативы. Мы это все достаточно удачно связали в единую большую модель. То есть у нас не просто отслеживается каждый клиент, который посетил наш сайт, либо что-нибудь у нас приобретал, либо просто интересовался, но не приобрел. У нас хорошая система, которая связывает таргет, контекст, директ-маркетинг. Все это слито во единую большую систему с напоминаниями, с намеками на повторную покупку, с дополнительными бонусированиями, с дополнительными промокодами. То есть человек один раз попал. Сливу, купи туалетную бумагу. Приблизи, 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 атака. Сливи туалетную бумагу. Причем мы молочко. Мы стараемся делать комплексную продажу. И с этим товаром смотрят селедка такая. Мы заботимся о клиенте. Слушайте, но вы же типа, это как называется, дизрапторы. То есть когда ребят приходят и ломают устоявшиеся устои на рынке. То есть они что-то правила игры. Мы не с рынка, да. Но в рекламе, в сообщениях вы что-то делаете такое дерзкое? Какое у вас позиционирование? Ой, дерзкое. Вот расскажи, как мы поломались. Я не могу сказать. Дерзкое. Да, например, с клубничкой. Что с клубничкой? Да, но я не могу сказать, что мы прямо совсем дерзкие. Будем говорить, что у нас тон оф войс достаточно сдержанный. Мы не показываем каких-то безумных сумасшедших. Потому что вы на масс-маркет. Мы работаем на масс-маркет. Нам желательно не обидеть какой-то сегмент. Нам желательно слишком не спровоцировать какой-нибудь другой. Потому что с масс-маркетом так не получится. Ну, да, да. Ну, например, мы проверяли у себя и тестировали, как и хипотезу, очень интересные варианты. Например, продажа чего-то чуть-чуть ниже рынка. Ниже рынка в смысле любого. Вообще любого. Вот просто всех. Да, если мы понимаем, что у нас сегодня... Убыта к себе, как бы, да? Ну, я бы сказал, маркетинговые затраты. Вот это не убыток, да? Мы должны понимать, что... А маркетинговые доходы где? А я вам сейчас вам скажу. Смотрите, ситуация достаточно интересная. Предположим, мы берем какой-то товар, у него есть стоимость 100 гривен. Розница? Розница. 100 гривен в розницу. Для того, чтобы получить на нем какую-то конверсию, предположим, 20%. Ну, сколько-то. В смысле, маржу, да? Нет. Конверсию на это объявление. То есть это трафикогенерирующий какой-то товар, который ты видишь? Да, который вы видите и переходите к нам, да? Для того, чтобы получить там конверс в 20, мне надо вкинуть 1000 долларов. Его должно увидеть там много-много людей с каким-нибудь там CTR в 20%. Ко мне придет 20% от увидевших. Либо я могу сделать такой оффер, на который реагировать будут, соответственно, не 20%, а все 80. Тогда мне не надо тратить 1000 долларов. Мне проще из этой 1000 долларов 500 положить в то, что я немножечко упал в цене. И получить больше эффективно. Но они же не будут заказывать одну клубнику. В нашем случае, например, это была клубника. Когда мы случайно в рамках одного дня усимерили показатель ежедневной выручки. Уронили рынок клубники Украины. Да. Но, кстати, реально, потом... Такой цены натуральной не было ни у кого. Ни у кого и за нами погнались с ценами, типа через два дня начали, типа, падать сильно цены. Но это было поздно. Это было в 18-20 числах мая. А, то есть, когда она дорогая. Это был как раз сезон. То есть, все входили в сезон клубники. Даже когда она там по 200 стоила, по 300. А мы продавали по 120. Вау. Ну, короче, люди верили, покупали. А там нельзя было не верить. У нас бронда сертифицирована, у нас были все свидетства. Мы это тоже показывали в рекламе. Прикольно. Это хороший кейс, ребята. Я задумался для себя. Главное, если конкуренты смотрят, не пользуйтесь плохой. Это очень плохой. Можно случайно остановить работу склада. Такое, короче, бывает. А если хорошо пойдет, то не только своего. Так в итоге, вам это было просто веселый опыт? Или вы? Нам это было выгодно. Мы там однозначно заработали. Смотрите, у нас при проведении акции, ну, какое обычно опасение, да? Что кто-то возьмет килограмм клубники и на этом закончит. Соответственно, у меня упадет типа средний чек. Мы просили в среднем чеке на 3%. Это можно пренебречь. И мы, кстати, видим сейчас, что мы постоянно используем такой тип акций. И мы падаем, ну, максимум, наверное, на 15% мы падали в среднем чеке. То есть все равно хороший показатель, дается большой трафик. И у нас сейчас проблема в том, что мы, например, генерировать вот такой сумасшедший трафик научились. А обрабатывать типа большой всплеск очень сложно. Потому что бизнес, получается, работает вот так. И когда у тебя типа всплеск, ты же не будешь держать людей с запасом, чтобы перекрыть этот всплеск. Потому что у тебя там спины или цифры. Машины, люди, это нехорошо. Ну, вот мы же надеемся, что развитие сети офлайна... Вот, это как раз для этого. И тут фишка вот как раз вот этой гибридной истории. Когда мы будем запускать такие истории, мы будем давать такой трафик в магазин, что все будут офигевать. Потому что, например, вот мы делали с Голубикой такую историю. Люди просто как сумасшедшие. Кто-то, ну, выглядело как... Но утроили. Частично, потому что мы не дали супернизкую цену. То есть мы дали с плюсом. Адекватную, да? С плюсом, но ниже, чем все остальные. И получается, пришел большой трафик, но не настолько большой, чтобы типа выметать вообще наш... То есть мы, да, мы нашли как балансировать, да, чтобы не сломать. Но это же довольно простая история. В принципе, может ей пользоваться, действительно, кто угодно. А вы не поверите, натурально в сезон арбузов этим пользуется любой ритейл. Да. Ну, то есть люди делают, например, для хорошей выдачи. Ну, предположим. А в чем тогда уникальность именно FoodEx? А мы попадаем в товар. Мы отлично научились считывать, какой товар хотят наши потребители. Потому что мы исследуем нашу цену. У вас какая-то есть... Вик-дата, так называемая? Ну, типа мы собираем... На самом деле вик-дата, да. На флешке помещается, но очень вик. Но очень большая флешка. Натурально вот такие. Ну, просто тут можно не попасть с товаром. От того, что я снижу цены на рыбные консервы, тунец до минимального значения. А вот вообще, да, всем коллеги. Здесь должен быть понимание... Аккуратный баланс. Хайп, да? Клубника это прикольно. Это сезон. Это по-любому будут брать. Это должно быть хорошее качество. Это должен быть хороший доступ к возможности докупить. Ну, потому что, как бы... Вау, посоветую другу там. Да, его очень много. Посоветую друзей. И товар, который ты знаешь. Ну, типа, например, я тебе скажу, да, те же там... Фихуа. Шпроты там по 10 гривен. Это хорошая цена или нет? Ну, наверное. А бананы по 10 гривен. Ну, типа... Ну, понятно. Это 100%. Ну, Новый год ждем, как обрушится рынок красной икры. К мандаринок. Мандаринок. Прекрасной икры. Ребята научились делать хайп, так что производители мандаринок импортировали. Мы проводили эксперимент с бананами, да, натурально. Народ знает, сколько стоят бананы. По 9 рублей берут, что глухо не мы. Ну, не знаю. Ты у меня спросил, я про шпроты понял прикол, про бананы. Я даже не знаю, сколько стоят бананы. Ну, 30. 30, да? Хороший долг, да. Ну, типа, вообще, что ты видел последний раз за 10 гривен? Лучше мне расскажи. Тут вот, как бы, обратный вопрос. Пластиковая посуда. Но мне тоже надо что-то класть. Мы то же самое делали с авокадо. И реально люди приезжали, некоторые... У нас был один случай прикольный. Знаешь, мы, когда запускаем такую акцию, хотим избежать потребительского экстремизма. Хотя мы сейчас делаем такую акцию, что мы зарабатываем на этом. Ну, то есть, знаешь, типа, когда ты ниже продаешь, у тебя покупают только это. И ты, ну, понятно, ты чисто в минус работаешь. У нас вот с авокадо была такая история, когда одна покупка была, когда купили, что, 10 или 20? 5 и 5. А, ну, короче, мама с дочкой купили по 5 авокадо. Приехали за самовывозом, чтобы бесплатно было. И, короче, они вообще 10 сторисов сняли, что, блин, вообще, прикиньте, прикол вот так вот. Да, это был классный авокадо ХАС. Весной мы его продавали. Назовем это вагонными нормами. Натурально очень много. И, очевидно, это цепляет за собой корзину. Это очень хороший кайф, хайп и очень хороший трафик. Поэтому наша задача сейчас вот как раз и в развитии оффлайн-сети, потому что у нас есть этот трафик, который мы можем направить. Уметь его генерить уже. Да, генерить. За нами ходят люди. И мы, в принципе, точечно можем направлять в оффлайн-сети. В свои. В свои, да. И делать там похожие активности, когда человек может натурально там с ведром. Вот у нас были случаи, там, не знаю, ведро голубики покупали. То есть сейчас сезон, когда можно заморозить, заморозить, потом варить с нее. За килограмм стоит тысячу гривен где-то, да? Ну, смотрите. Вот, а мы продавали. Мы продавали по 168 на позапрошлой неделе. За килограмм? Да, на позапрошлой неделе. А она натурально сейчас. А почему я уже не знал? Вот, видишь? Надо сходить на сайт. Видишь, какая история? А мы продавали, когда все по 300 продавали. Да, у нас было 168, и народ реально его брал очень много. Класс. Плюс надо понимать, что мы все это завязываем в отличную CRM-систему. Собственная какая-то или? Нет, не собственная. Это интеграция. Обычная хорошая интеграция. Соответственно, мы еще всех обрабатываем. Ко всем делаем повторное касание, потом третье касание, четвертое. Потом мы и мертвого доведем до покупки. Потому что натурально надо. Меня, если послать в магазин, я сделаю половину всего не так. Наташа подтвердит. Потому что я, знаешь, у нас там есть кокосы, там всякие то-то. Вот мы были в Карпатах, я пошел в магазин, смотрю питьевой кокос. Знаешь, из моей памяти, как проверить кокос, короче. Ну, надо его перевернуть, потому что жидкость внизу, и там, типа, может образоваться плесень. Я, короче, перевернул, взял, короче, 7 или 8 штук, посмотрел, огонь. Взял и забрал их с собой. Думаю, класс, я же выбрал, получается. Я прихожу домой и понимаю, что плесень, блин, с этой стороны сверху. Я такой, блин, ну как это так вообще? Ну и это суть в том, что я все равно остался виноват. Я Наташа передал, она говорит, что ты взял? И я такой, я понимаю, что меня нельзя допускать в магазин. Мы, это тот сервис, который, по сути, спасает, вот, в основном, это у нас не сексистская передача, но недовольных мужиков спасает от покупок. Потому что зайди в магазин, посмотри, но ты всегда найдешь человека, который или вот так с телефоном идет, и вот так вот, ага, ага. Или, или, или с листиком еще, что хуже. И ты такой, хрен пойми, как там молоко одно от другого отличается. И что ты взял, надо было топленое или еще какое-то. И ты, ну, не хочешь в этом разбираться, потому что это достаточно непростая история, знать там ассортиментный ряд в 20 тысяч позиций и, блин, отличить одно от другого. А поиска здесь нету, да? Как бы найти, найти. Да, да, поиска нету. Ну, и ты же знаешь, как в супермаркетах. Ты там подходишь, говоришь, они подскажут, они говорят, нет. Нет. И вот так идут в другую сторону. То есть спросить не у кого. Поэтому вот эти муки мы устраняем. У нас основные покупатели это женщины, как ни странно. Но вот они в большинстве своем знают, что хотят. И они типа заказывают и понимают, что у нас там в первое время была беда с картинками. Вот мы сейчас проверили конкурентов. Блин, у них такие неаппетитные картинки, иногда даже их нету. И мы эту историю побороли еще полгода назад, потому что человек хочет купить то, как оно выглядит на картинке. Они потом бывает там не присылают, говорят, вот тут авокадо, вот с виду тут больше на картинке, чем вы мне привезли. Мы начинаем менять картинку под то, что у нас на самом деле лежит на свадьбе. Слава здесь фотографа работают. Да, кстати, фотографа работают. Очень много контента. Это такой контентный достаточно бизнес, потому что у тебя должен быть постоянно контент, который впечатляет клиента. Ну типа ты, не знаю, мы сегодня смотрели, например, арбуз разрезанный розового цвета. Ну типа блин, ну в смысле розовый арбуз это зеленый. Ну типа когда внутри. Кто такое покупает? Ну понятно, что у них они разные лежат, но разместить именно розовый, это же знаешь, как сети, сети, которые запускают онлайн доставку, они не понимают разницу между онлайном и оффлайном. То, что мы говорили, что ты купил у себя, ну купил, зашел в магазин и взял своими руками, ты вроде как виноват. Ну или там пополам, что оно там лежит. А если ты привез некачественное, то ну как бы виноват только сервис. И первое время вот одни из конкурентов, которые чисто работают только, работали только в оффлайне, они запустили, они же начали как делать? Идет вот так вот сборщик и такой смотрит, ага, тут типа примятые яблоки, ну их типа уже никто не купит на доставочку их. Потому что ты же посмотреть не можешь и реально гневные комментарии были, ну они там вроде пофиксили это. Просто типа написано там на 1000 заказал, на 500 выбросил, на 800 заказал, пол заказа выбросил, ну короче такая история. Поэтому очень важно, чтобы, ну во-первых, сейчас идет большая работа по автоматизации и механизации. Мы сейчас внедряем историю, когда один сборщик будет собирать 5 заказов, то есть тележка секционная и один собирает сразу 5, то есть сразу 5 будет выезжать. Это в 5 раз быстрее. Да, ну в просчет, ну не в 5 раз быстрее, там же есть погрешность на заказ, но это условно в 3 раза быстрее будет, ну то есть уже достаточно большая скорость. Сейчас мы внедряем возможность выпикивать товар сразу с полки, то есть у нас сейчас узкое место получается. То есть сейчас они просто подходят, говорят пик? Нет, сейчас они просто подходят, берут, складывают, а потом девушки там на кассе, они выпикивают из системы, чтобы они выпали из наличия. Ну то есть провели реализацию, выписали кассовый чек. Это сейчас узкое место, потому что когда большое количество заказов, у нас, например, утром может быть там 150 заказов собрано. И приходят те, кто проводит реализацию, особенно если это алкоголь, который там с 10 можно продавать, то понял, с 10 начинается тут валива все, тут пик, 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 пик. А так получается человек сразу идет, собирает пик и кладет в пакет и оно уже уезжает. То есть это мы сейчас активно внедряем, потому что это тоже ускорит склад. Мы хотим где-то в 3 раза поднять скорость склада за последующие 2 месяца, ну то есть с людьми. Потому что мы уперлись в какой-то момент, что на складе мы начинаем добавлять людей, а скорость падает, понял. Людей, они друг другу мешают, получается ходят. И в этом как раз неэффективность самой модели, если ты делаешь доставку с магазина, ну то есть когда с покупателями. У нас получилась та же самая история, только с нашими сборщиками. В чем, в чем на самом деле плюс этой бизнес-модели? Тебе не нужен там идеальный ремонт, самый дорогой кафель или там средний кафель и там держать это в каком-то суперлоске. Склад, он есть склад, поэтому выглядит это, ну визуально выкладка как в супермаркете, но расположено все удобно, чтобы человек-сборщик мог легко найти и легко собрать. Потому что знаешь же, супермаркеты полки продают. И ты получается идешь там, вот эта полка самая дешевая и вот эта вот, а вот тут вот это самое дорогое, которое на уровне глаз. У нас сделано, мы выставляем по брендам, чтобы человек в принципе понимал, там в ряду стоит Кока-Кола, например, та же и там разные виды. И он понимает, что не надо там ее бегать или она там где-то отдельном островком не стоит. И достаточно удобно для сборки. Что в операционке этого бизнеса самое прикольное или наоборот, не знаю, раздражающее? Ну это everyday, это вызов то, что ты работаешь в транзакционном бизнесе, где достаточно большое количество у тебя клиентов ежедневно. И если ты работаешь, например, в сфере услуг или ты продаешь что-то большое, то у тебя немного клиентов, тебе очень легко сохранить качество продукта. Контакт. Контакт с каждым клиентом. Когда ты там делаешь несколько сотен или тысяч отгрузок ежедневно, то каждый клиент, ну ты делаешь несколько сотен или тысяч, а каждый клиент он уникальный. То есть он считает, что... Он хочет, да. Он хочет, чтобы к нему было отношение уникальное, чтобы он получил уникальный выдающийся сервис. И если у него там условно говоря, с какими вызовами мы сталкиваемся в онлайн бизнесе, что когда человек в супермаркете выбирает продукты, он сам несет ответственность за то, что он выбрал. Даже если он взял просроченное, некачественное, еще что-то, он там что-то, арбузик себе постучал, пришел, разрезал, он зеленый, и он даже не винит в этом супермаркете, он думает, ну я неправильно, типа вы. Да, неправильно стучал. Да. И это же ключевое ограничение в онлайн-доставке или онлайн-супермаркетах. А когда человек заказывает, и ему приезжает чуть-чуть, например, зеленый, вот у нас есть три вида бананов. Есть бананы чуть-чуть зеленые, есть бананы спелые, есть бананы чуть-чуть переспевшие. И каждый человек любит разные. Вот где одному подзеленевший вообще кайф, там другому гнилой вообще, это замечательно, ну не гнилой, а подгнивший чуть-чуть переспевший. Это замечательно. И каждый из них, и каждый из них, получив, ну там противоположный, например, банан, оценивает это как плохой товар. То есть он говорит, вот у вас зеленые бананы, все дела туда-сюда. В общем, пока он ждет, пока мы ему вернем, они дозревают, он говорит, все, не надо забирать, они уже, в принципе, нормальные там, типа. Ну реально. Не, ну понятно, потому что он же их не видит в магазине, он их пощупать может. И как с этим работать? Один, один из сервисов, кстати, внедрил прикольную штуку. Ты когда кликаешь на банан, но это не украинский сервис. Мы сейчас рассматриваем такую тему. И там прям выпадает окно из трех выборов. Выбрать типа зеленый вровень желтый или чуть-чуть типа переспелый. И ты прям можешь выбрать. И получается, что это банановая история преследует не только нас. Так вот, учитывая, что это транзакционный бизнес, то задача бизнеса обеспечить стандартизированное качество по всей цепочке создания ценностей. Особенность этого бизнеса в том, что вся цепочка создания ценностей, ну полностью весь продукт, управляется собственным ресурсом. То есть от момента получения заказа, и это там склад, логистика, ПО, там продукты, которые на своих мощностях. Ну полка получается уже. Да, полка и тому подобное. То есть фактически в отличие от агрегаторов, которые несут ответственность только за работу своих курьеров, да, вот это пресловутая, когда в Uber и таксист там что-то сделал не так, жалуются в Uber, а Uber говорит, мы что, мы просто ПО, мы не, водители не наши, это вообще люди какие-то там странные, ваши. Да, то есть или там у каких-то там условно... Ну все равно они вынуждены как-то с этим работать. Нельзя так сказать, что они там... Ясное, ясное дело, но они вынуждены с этим работать, но сложно им с этим управлять. Ну то есть они с этим водителем, у них условно есть две функции. Уволить и оставить, и все. Не могут, например, там, условно говоря, там... Любые сервисы-агрегаторы, ну это может быть Глова, Заказ, там, или еще кто-то, не могут они обеспечить качество сервиса, потому что они набрали пацанов с рюкзаками. В итоге ты видишь, он едет на мопеде, у него в коленях рюкзак-ракета, а на плечах рюкзак-глован, вы же видели такое, да? Да, и болт-фут там еще написано. Да, и болт-фут где-нибудь сбоку едет, да. То есть, ну, да, то есть вот это вот перекочевала история таксиста, у которого зарегистрировал он во всех службах, так же и здесь. Какое качество они могут обеспечить? Вы не пользуетесь вообще, да, внешними достатками? У нас все штатные, все штатные, все в штате. Это, ну, дико задирает операционку с точки зрения костов. Ну, то есть это прям очень дорого, да? Содержать свой склад, своих сборщиков, упаковщиков, выкупать весь товар, держать на складе 7000 наименований товарных запасов, свою логистику делать, курьеры, чтобы свои были, которые в штате находятся, колл-центр, который все это дело обслуживает, в общем, административный штат и тому подобное. И, тем не менее, это дает возможность управлять качеством. Если мы не можем обеспечить качество, у нас, например, есть такой показатель, как 95% идеальных заказов, в которые ходят три показателя. Первый показатель – это логистика, ну, то есть доставлено ли свое время на качественно и с достаточным уровнем сервиса. Второй показатель – это рекламация, ну, качество самого товара, то есть в сроках ли он, не помят ли он, не пролился ли и тому подобное, и тому подобное, да? И третье – это комплектность, то есть смог ли человек купить то, что он хотел купить. Уже бывает такое, вот в бизнесе, например, тех же агрегаторов. Ты заходишь, у них условно говорят, там, 20 тысяч SKU, ты заказываешь, и потом пошло пересогласование, 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 потому что пришел курьер в магазин с полки собирать и говорит, «Алло, а здесь нету, тут вот вы заказывали вот такой вот творог, там, сколько-то жирности процентов в такой-то другой марке, такого нет». Или не нашел. Или не нашел, да. И ты сидишь и просто тебя типать начинает. Или он в рыбине разбирается и смотрит на нее, и не поймет, какая вот рыба. Она говорит, она по-другому называется, но с виду такая же. Она говорит, не, ну, вроде рыба. Но пахнет, как рыба. Да, пахнет, как рыба. Мы прямо сейчас тестируем другой вид доставки в другом городе на мощностях другого оператора, ритейла, с их курьером. И это слабо контролируемая совершенно история. А как вы, то есть какие есть механизмы, вот ты говоришь, да, про то, что нужно этим управлять, а что, как управляете курьерами? То есть вот эти вот армии. У вас не будет такой современной истории тоже, что вот Фудекс, вот тут Болт, вот Ракета, вот тут Глова? Мы никогда не знаем, чем это все обернется. Но, естественно, вопрос в том, что… Ты с оптимизмом смотришь в будущее. Ну, конечно. Так, слушай, мы там заходили в одну, да, может мы их купим. Why not? Наша задача каждую транзакцию, на каждой транзакции собрать обратную связь. Таким образом можно контролировать вообще все. То есть клиент заказал удобно, неудобно. Клиенту привезли классно, не классно. Там, не знаю, клиент оплатил, понравилось, не понравилось. Ну, то есть бизнес зарабатывает на том, чем большее количество транзакций в единицу времени. То есть чем больше мы сможем всунуть транзакции в 8-часовой рабочий день, например, тем эффективнее работает… Сколько сейчас транзакций в 8-часовой день? Хороший вопрос. Это по каждому процессу, если… Это не ко мне, это к ним. Не-не-не, ну, на самом деле, смотри, ну, там порядка 250 транзакций, типа общих на продажу, и из них это получается… Часть транзакций уходит на колл-центр, часть идет… Ну, это в смысле всего, в покупку. И там оно делится, там, например, на 250 человек. У нас может звонков быть, например, там, не знаю, 50, наверное, да? Где-то мы делаем, ну, или там 70. И это пока что в Киев? Ну, да, 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 Киев, Киев и прилегающая территория. И эти все этапы мы должны отслеживать. То есть выдача складом заказа – это транзакция. Передача клиенту – тоже транзакция. То есть эти все истории обкладывать обратной связью, и ты понимаешь, насколько эффективно у тебя работает. И насколько? Какой у вас там NPS или что вы там мерите? У нас, мы сейчас замеряли, да? Сейчас актуальный уровень NPS замеряется, но там по последним данным был больше 80%. Ну, я точную цифру не вспомню. Это сколько процентов клиентов сказали, что они готовы там порекомендовать вас? Ну, там же, ну, да, там же формула есть. Там, где мы берем тех, кто негативно настроен, берем тех, кто наши там фанаты. Да, да, 8-9-10. И тех, кто настроены нейтрально, да, там, 5-6-7 получается. И одних делим на других. Ну, такая форму. Дружить их друг с другом. Пусть они там уговаривают друг друга. Так, склад из чего состоит? У вас здесь есть прекрасный стеллаж с бухлом? У нас есть прекрасный стеллаж с бухлом. У нас тут есть еще куча разных прекрасных стеллажей. Бакалея, всякие кетчупы, макароны. Ну, вот у нас тут, в принципе, химия отдельно стоит. Нон-фуд. То есть, ребята, это есть нельзя. Некоторый нон-фуд выглядит так, что его хочется съесть, но... Ни-ни-ни. Ну, вот, например, вот это, да? Да, ну, во-первых, там, скорее всего, не сильно-то и пахнет она. Это бомба для ванны. Да, у нас есть вот такая еще... Почему хлеб в морозилке в холодильнике? Да, это полуготовый продукт с шоковой заморозкой, который мы доготавливаем в конвектомате, и теплый продукт попадает нашему клиенту. Понял, мы обошли... Только хитрецы. Ну, так а ты как думал? Все хотят теплый горячий хлеб или... Ну, на самом деле, из холодильника. Да, вот, ладно, у нас есть такой обычный... Не, только это просто батоны. Не, ну, просто батоны. Вот есть такой-такой. А вот этот мы допекаем в конвектомате. Вот у нас тут всякие еще... Круассаны? Да, круассаны, длинные, короткие. А выпечку у вас берут? Да, да, это достаточно ходовая позиция. Ну, свежую, типа. Да. Я, кстати, хотел спросить, вы идете в готовую еду или там полуготовую еду? А у нас есть, у нас есть... Ну, вот это аж мало очень, для того, чтобы понять, что... Очень мало. У нас есть салаты, неплохо продаются. У нас есть... Мы сейчас вместе с МХП тестируем кукбоксы. Это что такое? Типа на какой-то период покупаешь себе... Это, короче, набор для блюда на 2 человека. Или на 4 человека. На ужин. Ты покупаешь для салата, например. То, что надо доготовить, но оно получается свежее. И ты как бы сам это приготовил. Это, знаешь, отлично подходит для тех, кого парит. Типа чистить картошку. Ну, знаешь, что-то подготовить. Резать там и жарить ее нравится условно. А, блин, чистить, ну, просто жесть какая-то. И там уже такой условно готовый набор. И ты можешь с этого быстро доготовить. Ну, и это отлично помогает домохозяйкам, которые, например, умеют там 10 блюд готовить, а новые риск большой. Но у тебя уже есть инструкции. Ты получаешь эту коробку с фруктами, овощами и мясом. И, в принципе, доготавливаешь. И выглядишь как человек, который что-то еще научился. А ты вообще есть сейчас тренд на готовую еду? Вы чувствуете запросы? Или, в принципе, пока вас воспринимают как супермаркет и никакой готовую еду там... Слушай, ну, я думаю, что на самом деле мы будем в эту историю смотреть. Создание своих полуфабрикатов так точно, потому как это поможет оптимизировать даже те же списания. Ну, например, курица, у которой 5-6 дней срок годности. Типа ты когда везешь, когда там остается 2 дня. Ну, клиенты такое не любят. Ну, то есть остается 2 дня срока, можно с этого приготовить пельмени, какие-то вареники, не знаю. Заморозить их и отдать. Ну, то есть это нормальное, отличное мясо. Просто в меня столько не влазит. У нас первое время то, чему оставалось... Все списание, ты кушал. Ну, да, типа того. Получается, что мы клали это в морозилку, я это забирал, и этого было очень много. Потому что клиент... И это еще, кстати, фишка. Знаешь, когда мы запустились, мы увидели, что такое трахаться с поставщиками. Это трахаться, это называется, когда у колбасы 2 месяца срок годности, а тебе привозят с остатком в 2 недели, например. Вот это точно трахаться с поставщиками. Потому что они нам загрузили дорогой колбасы. Мы пока собирали все свои мысли по поводу, как это должно быть устроено, что такое FIFO. FIFO это first in, first out. Ну, то есть... Первый шоу, первый шоу, да. Да, и мы начали смотреть. Блин, а колбасу нам с остаточным сроком. Типа там в 2 недели привезли. То есть я как собственник магазина сильно недоволен, потому что у меня не было этих 2 месяцев. У меня есть только 2 недели, чтобы реализовать ее. Если я ее не реализую, это там возврат, какой-то обмен, ну, собственно, попадалово какое-то на деньги. Плюс еще какие-то там бесполезные звонки. Это если говорить о том, какая операционка тут есть. Ее тут, блин, дохренища на самом деле. И это может там 70 поставок в день быть на склад. Если большая загрузка, и мы там стараемся закупать максимально свежее, то это может быть 70 поставок. Мы, конечно, пытаемся оптимизировать это до 10-15. Но представьте, если вы просто магазин, который, условно, вы открыли и собрали. Семейный, да. Семейный, да, собрали какой-то ассортимент. И вам надо принимать, ну, там, 15 поставок в день, например. Тебе там хлеб привезли, потом привезли круассаны, потом одна вода приехала, потом другая вода, потом третья. Они же все вместе не приезжают. Ну, понятно, есть там дистрибуция какая-то, но это в любом случае там 10 каких-то поставок будет у тебя в день. Нет, плюс абсолютно никакого учета, аналитики. Ну, да, ты не знаешь, ты заказываешь, они к тебе приходят, ты говоришь, а что продается? Они говорят, ну, смотри, так, что у нас не продается? Говорят, вот этот шоколад отлично продается, на самом деле не продается. Говорят, его бери, два ящика бери, сейчас акция как раз. И, ну, как ты проверишь? И ты летом с шоколадом. Да, да, и у тебя, получается, нет этой базы знаний, и наработать эту базу знаний займет, ну, год. И то не факт, потому что в какой-то момент ты задолбешься, типа, проверять, что работает, что нет. Ну, да, ну, ты начинаешь выгружать этот товар, но это не рабочая история, на этом сложно заработать. Это скорее просто получить себе до хрена операционки и гордиться тем, что у тебя есть магазин. Просто год назад, ну, вот, там, в начало пандемии очень многие стали открывать продуктовый магазин, ну, типа, сейчас же все будут... Рестороны закрыты, все будут сжать, сидеть дома, вот. И у кого-то там получилось, мне кажется, там, у меньшего числа, но большинство пошли по этому пути, потому что у поставщиков тоже все поломалось. Ну, поэтому, собственно, наш вариант сотрудничества, партнерства, это будет прям как партнерство, потому что есть взаимные отношения, взаимные обязательства, которые... Да, с двумя неделями или дать ему то, что не продается, но это очень плохой подход. Наша задача будет сделать максимальное количество реализации, потому что от этого мы увеличиваем свою закупочную силу, естественно, поставщики нам смогут давать лучше и лучше условия. То есть мы тут все связаны и будем плыть в одной лодке, потому что мы заинтересованы, чтобы наш франшизи продавал как можно больше, а не как можно меньше. Им не надо будет держать там 10 тысяч SKU на... Я думаю, что это будут форматы магазина там типа от 500 SKU до 1500 SKU, этого вполне хватит, потому как есть большой запрос. Вот можно посмотреть на магазины с суперфрешем, там со всякими овощами, фруктами, там очень часто стоят очереди. И на самом деле мы проводили с ребятами как-то исследование, почему люди ходят на базар, например. На базар люди ходят именно из-за фруктов и овощей, потому что в супермаркетах овощи и фрукты, ну, мягко говоря, так себе. И из-за длинной цепочки поставок, из-за длинного цикла, там, если оно там на центральной РЦ, потом пока оно там одуплится, поедет там в магазин. Естественно, оно все покупается такое, чтобы полежало, ну, типа зеленые помидоры, зеленые авокадо. А потом клиенты, собственно, не идут это покупать, потому что они знают, что это или зеленое, или наоборот оно уже долго лежит. У нас тут чуть-чуть другая история, потому что наша задача, наоборот, сделать вау-эффект. Человек открывает пакет, там, где фрукты и овощи лежат, ну, там и остальные, там, какие-то эксклюзивные позиции. Мясо какое-то крутое, крафтовые производители. Он такой, ого, а что, так можно было? Вот, видишь, спаржа. Спаржа. Будешь есть? Я нет, я вообще спаржу не понимаю. Ананас. Ананас, да. Спаржевая фасоль. Фасоль. Видишь, так, давай огурчики, это же критерий качества всегда. Критерий. Огурец гладкий, есть у тебя? А ты хочешь индекс гладкого померить? Да, да, да. Вот. Это что с ним, он болел в детстве? Ладно, это не огурец. Тебе большой или маленький? Мне на суп, мне это самое. Ну, вот у нас корнишон очень хороший. А гардии нормальная контора? Гардии очень нормально, да. У них овощи, фрукты, ну, вернее, помидоры, они прям такие... О, они, да, ребята? Угу. Делают очень неплохо. Ягоды? Ягоды, все. По чем? По чем? Черника. Не черника, точнее, голубика. 160, наверное. 160 за что? За килограмм. За килограмм? Угу. Да, ладно. Ну, да. Просто такая пачка стоит в магазине 160. Ну, ты видишь, у нас есть, у нас есть фишка, мы можем какие-то категории товаров давать по очень хорошей цене, из-за этого получать трафик. И у нас, мы там проводили исследования, и, собственно, выясняли, что люди привыкли к нашим маркетинговым активностям. И они говорят, ну, мы, типа, ждем какие-то прикольные акции. Они знают, что мы там то просека выложим, то какие-то штуки там прикольные. Знаешь, мы берем массовый продукт, добавляем к массовому какой-то эксклюзивный продукт, там, условно, красную икру, например, которую там каждый день не едят. Но когда есть классная цена, есть, ну, типа, пачка акционных продуктов, то человек начинает покупать и, типа, себя балывает. Идемте отсюда уже. У меня уже начинает отмерзать левая часть лица. Вот это, кстати, видишь? Как вы здесь вообще справляетесь? Да, мы это строили, покупали, и ничего тут не было. Можно я с тобой открою? А ты теплый такой. Это последние остатки. Ребят, давайте отсюда снимем. Там рыба. Ну, собственно, да. Привет, рыба. Так, а там у вас, собственно, нон-фуд, так называемый, да? Ну, типа того. Ну, это был момент. Осталась пандемия, да? Так это, кстати, еще малая часть. Хотели заработать, да? Да-да, это как биткоин. Мы, в принципе... А где эти вагоны с масками у тебя есть? Да-да-да. Я знаю таких людей, у кого они остались. Типа купите по 100 гривен штуку, пожалуйста. В принципе, все мы, как потребители продуктов, делимся на две категории. Люди, которые делают закупку впрок, так называемую, то есть на неделю, да, вперед, например. И те, кто делают постоянные докупки. Причем первые и вторые, ну, не взаимоисключающие между собой модели. Сегодня так получилось, что в силу бизнес-модели мы закрываем категорию первых людей. То есть благодаря... Большие покупки. Да, большие покупки, высокий, средний чек у нас на сегодняшний день. Там тысяча с чем-то грен, да? Полторы тысячи. Полторы тысячи. Полторы тысячи гривен. Средняя длина чека больше 30 позиций наименований именно. Большинство сервисов, которые с портфелями, опять-таки, на велосипедах, не могут закрыть эту задачу. И это, типа, наше конкурентное преимущество, с одной стороны. С другой стороны, доля людей, которые делают прокупки на неделю вперед, против тех, кто делает ежедневно докупки, значительно меньше. То есть это как айсберг, да, там, где верхушка эта, люди, которые много покупают, и то докупают тоже периодически, а остальные там заскакивают, покупают. И мы сейчас, так или иначе, рынок диктует нам, мы должны быть единственным в майндсете у своего покупателя. То есть он должен при любом раскладе покупать у нас. Ну, то есть хочу пить, заказал. Хочу есть, заказал. Нужна там бытовая химия, заказал. Для кота корм, заказал. И для этого мы должны иметь возможность обеспечить доступность наличием как раз-таки вот этих вот точек выдачи. Но если большинство компаний на сегодняшний день идет в модель драгсторов, и это очень сильно дорогая модель. Да, инвестиционно емкая, да? Инвестиционно емкая, да. То есть это маленький склад, ну или там немаленький склад. Да, 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 да. И сложно масштабируемая, очень сильно сложно масштабируемая, то мы для себя подумали, окей, а как мы можем получить синергетический эффект? А почему бы нам не сделать, например, не Dark Stories, зачем нам делать эти темные склады, если можно сделать красивые магазины, как шоурумы, условно говоря, где люди могут и пощупать наш продукт, и убедиться в качестве. И при этом в локальной зоне могут получить доставку, которую мы с удовольствием, даже если это будет из онлайна, передадим нашим франчези. Чтобы это были их заказы, но при этом они будут операторами вот этой вот зоны. И классно, получается тотальный вин-вин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова